Давайте рассядемся, немножко сконцентрируемся внутри, в каждой своем круге. По сути дела, выше нашего уровня, на котором мы существуем. Мы находимся в этом мире. Наше состояние называется животный уровень, уровень живого. А вся цель нашей жизни – проблемы связи. Первый, кто раскрыл эту цель, и раскрыл эту для всех, разработал эту методику и продолжил среди своих учеников. А я Адам. Был Адам. 5,775 лет назад он был первый, кто занимался тем, чем мы занимаемся сегодня. А после него было еще много людей, которые начали его ученики по цепочке раскрытий. Субтитры создавал DimaTorzok В каждом поколении были другие условия. В нашем поколении очень особые условия. Потому что та группа, которая, по сути дела, продолжает от Адама через Ноха, Авраама, Моше, Рашби, Риба, Расулама к нам, она пришла к началу последнего исправления. И мы пребываем в этом. В внуке Каббала мы учим, что человек Адам раскрыл разбиение Килим. То есть, что желание в нем разбито. То есть, его желание думают только о нем самом. Эгоистическое желание. И тогда он получил инструкцию, что ему с этим делать. Как изменить это желание таким образом, чтобы он поднялся до уровня Творца? То есть, он первый, кто начал раскрывать свое антидуховное желание. Раскрытие этого жуткого желания, которое он раскрыл в себе, называется грех древопознания. И он начал тогда исправлять его. Начал понимать, что то, что нужно, это, по сути дела, изменить желание. Изменить его. Перевернуть. То есть, желание, которое целиком работает на получение. Нужно перевернуть на радиоотдачи. Не бороться с самим желанием. А бороться только лишь с намерением. Есть много методик в нашем мире разных психологических, религиозных. Когда люди разрушают желание. А наука Каббала говорит, что нет. Надо оставить желание, как оно есть. А только использование его надо изменить ради себя на собственное благо. Перевернуть это на благо ближнего. Это то, что мы, на самом деле, стараемся сделать в группе. Это, по сути дела, первое исправление, которое мы должны исполнить. Если мы сможем это сделать в этом желании, которое будет направлено ради ближнего, мы почувствуем Творца. Об этом я хочу, чтобы мы поговорили сейчас. Почему нам надо изменить наши желания? Что именно надо в них изменить? И почему мы раскрываем в них, если они исправлены, сразу раскрываем Творца? Пожалуйста. Каждый в группе говорит фразу две по теме, которую я задал. Мы делаем это против часовой стрелки. И не имеет значения, что человек говорит. Главное, что он хочет участвовать вместе со всеми. может говорить что-то, что вообще совершенно неверно. Это не влияет на качество действия. А главное — это подготовить сердце для объединения с другими. В круге, в котором мы сидим, каждый должен почувствовать, что он включается во всех. Выходит из себя и находится в других. Что все равны. И каждый хочет поддерживать в других. Если во время этой работы в круге мы можем прийти к состоянию, когда вместо десяти мы почувствуем себя как одно, в этом одном мы раскроем Творца. Так что, пожалуйста, вперед. Если мы изменим наши желания на отдачу, мы сразу же откроем у них Творца. Мы запрограммировали на нашем желании получать. Если мы сможем отменить себя перед мыслью группы, действием группы, мы раскроем Творца между собой. Единственный путь называется «Раскрыть Творца между нами». Это изменить наши отношения к товарищу. Когда мы начнем видеть общее, видеть в нем то, что мы видим в мире, который глобальный, объединенный, мы только не чувствуем этого. И насколько мы вкладываем в товарища. Так мы сможем смотреть наружу, вместо того, чтобы смотреть вовнутрь. И когда мы изменим наш подход, наши отношения, попытки изменить желание получать на что-то обратное, что-то близкое, образу Творца, отдачи. Так мы больше вкладываем в товарища и будем вкладывать в их внутренние свойства, не в материальное животное форму. А будем относиться к точке сердца в товарища. Чем больше мы будем вкладывать в объединение товарища, тем больше мы будем приближаться к раскрытию. Потому что только вкладывая внутреннюю суть товарища, я оживляю, вызываю эту силу, которая оживляет все. Я думаю, что если мы сконструируемся на этой точке, о которой говорил товарищ, на точке в сердце товарища. Если мы все настроимся на это, у нас есть больше шансов попасть в это. И на этом надо сконцентрироваться. И когда мы соединим точки в сердцах тем, что отменим себя, мы будем чувствовать совершенно иную суть, поднимемся над нашими животными чувствами в то вечное духовное пространство, которое мы сможем вместе призвать. Когда мы вкладываем в это, у нас есть чувство духовности без границ. Работа, которую мы делаем сейчас в десятке, может реализоваться в любой момент. И когда мы реализуем ее, мы становимся равными творцу, форме творца, форме отдачи. И там он раскрывается в этой связи, связи отдачи. Когда мы отменяем себя, говорить коротко, давать другим говорить тоже. Когда мы отменяем себя по отношению к товарищу, хотим отдавать им, мы становимся равными творцу. И это то, чего он желает, это цель. Чтобы отменить себя в отдаче, быть одним целым творцом, и подниматься, отменяться во все больших группах, приблизиться к Мартикуну, все, что мы делаем, это на самом деле зависит от намерения. Если мы поймем, даже без того, чтобы понять, что такое отдача, а что мы хотим это, желаем, что то форма, в которой мы находимся, нехорошее. Если мы захотим это, сможем раскрыть творца. И еще раз, мы можем раскрыть его только в связи между нами. Не во внешнем или внутреннем мире, а только между нами. И намерение прийти к этому объединению для того, чтобы прийти к нему, это должно быть непрерывно в течение 24 часов. Мы проводим усилия в этом намерении, думать вместе, пытаемся почувствовать, что мы одно общее желание. Ну, потому что Творец... Наука Каббала говорит, что цель творения — прийти к слиянию с Творцом. Слиянием называется уподавлением по свойствам, по форме. Что представляет собой свойства Света или Творца? Это то же самое. И как мы можем уподобиться этим свойствам? Говорится обо всех нас. Потому что все мы, все мы, все мы, неживорастительные, животные, человеческие уровни вместе называемся единым творением, которая поделилась и раскололась на множество частей. И какую форму должно принять это творение общее, состоящее из уровней неживой растительной животной и человеческой, для того, чтобы уподобиться Свету настолько, что они будут в слиянии друг с другом? Какие свойства должно приобрести это творение? Как мы продвигаемся к этим свойствам? Пожалуйста. Никто не знает ответа. Попробуйте вместе решить эту задачу. Благодарю. Пожалуйста. 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 Абора — это система отдачи, и совершенства. Пожалуйста. все хорошо там и это функция человечества употребляться этой системе и таким образом она реализует себя в этом мире свойства цвета форма света это всегда отдача и никогда не получение и она совершенно противоположна тому что представляем собой мы для того чтобы стать подобными свету мы должны подражать ему даже в лолешма даже если ты думаешь что это хорошо тебе мы должны это все таки делать и усилия по объединению для того чтобы соединиться с товарищами воздействие окружения приводят к надежде что в конце концов это придет к подобию света по свойствам наши товарищи представляют собой смесь всех свойств которые создал Творец мы ощущаем мы идем вперед к совпадению по свойствам с единой любящей силой со всеми этими смесями сочетаниями различиями чтобы найти подобие с каждым свойством когда мы соединяемся объединяемся мы чувствуем что все мы это одно эти свойства качества в данный момент скрыты от нас и пока они скрыты мы должны просить требовать чтобы эти свойства раскрылись мы возьмем их себе и таким образом сможем поделиться светом с товарищами тогда чтобы быть способными сделать это мы видим что свойства Творца это абсолютная любовь и мы можем начать отдачу товарищам которые вокруг нас любить товарищей которые вокруг это то что у нас есть то что я начинаю раскрывать что чем больше я учусь и вкладываю силе в кабалу и в товарищей я раскрываю что нет даже какой-то искры маленькой Творца я должен верить своим товарищам и даже может быть несогласие я должен отменить себя я понимаю что это приводит к единству с Творцом и эти свойства передаются от него к ним да нет никакой оценки как раз сказал нет никакой причины есть разные измерения каждое каждого что-то одно выделяется разные формы соединяются мы не судим потому что мы направлены на то что мы ту точку в которой мы соединяемся в одну систему которая находится в покое совершенное сознание совершенный покой в морде продолжить продолжить великих товарищей свет присутствие Творца постоянное и мы должны только создать эту атмосферу и как мы это создаем с помощью намерения если есть намерение это работает потому что нет ничего сильнее чем силы наши мысли мысли давно мы были созданы с помощью совершенного света совершенного творца и благодаря цепочке событий мы пришли к разбиению а сейчас то что мы приходим друг к другу пытаемся понять жизнь с точки зрения другого мы можем создать целую картину и тут должно быть наше намерение постараться видеть мир совершенным через общий взгляд общего сознания который стоит из всех и этот совершенный мир который мы пытаемся вместе создать существующим из ничего и мы участвуем в этом сознательно и участвуем в свободном выборе мы знаем от каббалистов что система совершенно и гармонична это то что мы пытаемся достичь вместе преодолением всех различий между нами чтобы стать объединенными и стать напротив творца в этом мире наш единственный выбор найти правильное окружение после того как ты нашел его ты должен отменить себя и сконцентрироваться на упорстве чтобы быть вместе с другими это единственный путь я ничего не могу добавить к этому кроме как сказать огромное спасибо вам за то что вы здесь от меня и себя чтобы прийти к духовному кле нам надо сократить себя подняться подняться над собой каждый сам над собой включиться в десятку так что ты не ощущаешь себя ощущаешь только их в азрич тадель и тогда постараться эту форму представить творцу а пулота элю битуля цми эти действия самоотмена и цами аляц выход над собой и включение в ближнего кидай логиш чтобы представить эту форму эту работу творцу дать ему место для раскрытия кидай логично чтобы доставить ему наслаждение это то что нам надо сделать вопрос как мы можем этими действиями сокращением подъема над собой соединением с товарищами эту форму эту форму представить творцу чтобы он раскрылся и насладился в этих действиях которые человек на самом деле делает в сердце то есть в своих желаниях и в разуме в своих мыслях как мы можем помочь друг другу сейчас когда вы будете говорить постарайтесь тоже помочь друг другу благодаря тому что мы даем ощущение товарищам ощущение уверенности поддержки преданности невозможно упасть потому что мы одна семья мы над временем движением и местом одно целое когда мы даем это впечатление что мы как один брат в одной семье одно желание одна мысль с товарищами и когда ты готов отдать товарищу все и в кругу важно сейчас важно внимание отсутствие критики и возможность раскрыться друг к другу не марпа было сказано что намерение в десятке я все время с пленником говорил об этом в этом есть сила с настоящим намерением я уверен что это привлекает внимание творца когда мы видим это в творении с намерением отдать товарищам братьям так мы помогаем друг другу когда мы видим настоящее намерение когда мы заботимся о них это разбивает все перегородки и показывает что ты тоже хочешь это очень сильно влияет когда мы желаем творца вместе то что мы слышали ключ к решению на самом деле простота истина мы поднимаемся над собой и становимся достаточно простыми созданиями и все наши сложные желания просто опускаются вниз и ты поднимаешься к творцу и говоришь ему просишь у него дать им жизнь как в старой метафоре один опускается в ват и видит что много пищи но столовые приборы какие-то очень большие и как вы справляетесь мы кормим друг друга мы можем помочь друг другу тем что дадим пример друг другу тем что мы поймем что каждый в твоей десятке важнее чем ты это группа там есть хороший пример быть частью этого я думаю что самое лучшее что мы можем сделать включая правильное намерение я иногда завидую нашему слепому товарищу Джесси потому что он слеп он не видит мир вокруг себя и это нет связи мы должны помочь друг другу что мы помогаем добавить радости в окружении тем что мы не сверлим дырку в лодке а только понимаем настроение товарищей насколько это возможно иногда это самое трудное в жизни потому что всю жизнь я всегда полагаюсь на себя я думаю что единственный в своей жизни самый важный то что я приходил к товарищам говорю что вы нужны мне я люблю вас и не могу без вас это самое тяжелое но это точка в которой творец раскрывает себя когда я осознаю что я не могу сделать это сам мы можем помочь товарищам причем что мы сделаем так что у нас была поддерживающая любящая среда которая всегда есть там для них и всегда когда речь падает нужно его поднять напомнить о важности цели и не уступать в этом нет ты подход никогда не уступать настроение мы поднимаем над этим состоянием духа ради состояния духа товарищей и поднимаем важность цели любовь это не я это они в этом намерении мы объединяемся вот этот подход вообще подход который повторяется много раз мы вначале должны отменить себя и для того чтобы прийти к этой точке отмены нам необходимо преодоление своего рода отчаяние в том что какая правильная форма должно быть у десятки мы учим что наука кабала это методика раскрытия творца творением потом каббалисты объясняют как мы раскрываем творца что мы собираемся в круг каждый отменяет себя принижает себя перед другими соединяется со всеми девятью людьми которые перед ним включаются в них пока не прекращает ощущать себя ощущает мы это уже какая-то новая реальность которой не было до этого когда группа становится чем-то что она существует самостоятельно до этого было десять а сейчас эти десять соединились рождается объединение тогда это объединение называется группа в этой группе все равны каждый включает себя всех я поднимаюсь над собой соединяюсь с девятью мой сосед поднимается соединяется с девятью и так каждый и так мы достигаем объединение и в каждую секунду мы внутри этого объединения начинаем чувствовать афраот помехи баган бельбуле путаницу беспорядок отторжения отсутствие вкуса это творец добавляет нам всякие такие мысли желания вкусы чтобы мы усилили силу нашего объединения и пришли к состоянию в котором он может раскрыться потому что нам по-видимому не хватает в нашем объединении еще определенной силы тогда мы получаем разные такие отягощения сердца то что называется как нам не забывать что если я пришел к какому-то определенному объединению с группой потом забываю вдруг оставляю мне кажется что это нехорошо может быть как не забывать о том что это творец делает мне пожалуйста пожалуйста у нас есть группа и мы знаем что группа это то с чем нужно работать это творец и нет никого кроме него это кто то что у нас есть то что должны работать мы не можем это увидеть никак иначе Если мы работаем в группе и приходит помеха, нужно осознать, что это творец, это необходимо для группы. Сознание того, что нет никого, кроме него, то, что обсуждает группа, то, что это за создание, к которому мы должны прийти, оно должно быть совершенным, чтобы пребывать в покое, в абсолютном покое. И то, что мешает нам, мы должны работать над этим, для того, чтобы достичь более высокой ступени. У меня была сломана нога, и врач сказал, что ты должен тренировать ногу. После того, как она зажила, не застревать на том, что ты перестаешь двигать ею. Если мы будем помнить, что нет никого, кроме него, и начинать все, нет никого, кроме него, и заканчивать этим все будет очень просто. Мы осложняем эти вещи. Приходит время, и ты начинаешь понимать, что все самые большие помехи творец дает нам. Я смотрю на тебя, ты накачан, как ты так развил свои мышцы. Когда ты поднимаешь какой-то вес, тебе дается возможность поднять все больше и больше вес. И также творец обращается к нам. Когда мы чувствуем себя хорошо в мнении между нами, нам даются помехи, чтобы преодолеть их. Единственное возможности сделать это не самим, а друг с другом, поддерживая друг друга. Мы должны быть благодарны этим помехам, потому что все они приходят свыше, и они показывают нам, что надо исправлять. Они дают нам этот контраст, эту возможность подниматься. Я думаю, что самый лучший путь — подняться над помехами. На самом деле, обсуждать причины, по крайней мере, с точки зрения группы. Или обратить внимание, что есть люди, которые много раз уже это прошли, и когда ты общаешься с ними, это лучше всего, чтобы преодолеть состояние. Потому что есть гордыня, и я забываю о товарищах. Мы должны напоминать друг другу, что все, что находится вне нас — это творец, нет никого, кроме него. Если мы будем сохранять это, помнить об этом, любая проблема, любая помеха, которая возникает, мы должны относиться к этому, как будто она исходит от творца, и это действительно так, если мы будем помнить об этом, мне не кажется, что будет проблема. Надо помнить, что он дает эту форму, к которой мы хотим прийти. И творец действует таким образом с нами, что для того, чтобы вспомнить, что это он, нужно обратиться к товарищам, и тогда ты понимаешь, что этот творец действует с нами. Надо помнить, что страдания, помехи, действительно, чтобы мы преодолели свой эгоизм. Это не то, что это бесцельные страдания, это сделано для цели, к которой мы все стремимся. Поэтому все помехи для того, чтобы присоединить нас, очистить нас, сделать более чувствительными, продвинуться в направлении совершенства. И мы можем смотреть на это так, что творец наш учитель, а без этого у нас нет никакой силы работать, никакой возможности, как мы поднялись, как мы хотели бы сделать исправление. И есть у нас все это, все то, что нам дано, и цель просто стать, как он. Я сравниваю это с бурей, бурей, которые приходят, ходят, бурей могут вырывать что-то из земли. Какая есть польза от каждой маленькой группы десятки, которые находятся как старички, так и совершенно новенькие? Понятно? Пожалуйста. Ну, мне кажется, что старички... Спасибо. 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 Почему раскрытие Творца может произойти только в объединении между нами? Почему форма нашего объединения раскрывает нам форму Творца? Почему, когда мы совершаем объединение между нами, мы как бы создаем Творца? Покажи. Пожалуйста. Покажи. 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 Ус�� Ac .... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отдача не через получение, когда каждая часть желает выйти из себя, не получая ради себя, а только отдавая то, что делает Творец. Мы увеличиваем, умножаем силу, когда мы находимся вместе. Ты не можешь себя чувствовать отдельно от этой силы. Все другие части связаны в системе Творца. И когда мы объединяемся над своим, выше нашего знания, когда система вместе, она действует, а отдельные части не могут действовать. Когда мы вместе, у нас есть шанс отменить себя. Когда мы отменяем себя... Это противоположное желание получать, это изменение желания получать, желание отдавать. Это еще одно дополнительное... Когда мы встречаемся, находимся вместе, мы начинаем понимать желание получать, что оно именно мешает нам. И это то, что разделяет нас. Если мы приходим с истинным желанием отменить себя и любить наших братьев, тогда... Это то, что приводит Творца и предоставляет ему возможность находиться среди нас. Отменяя друг перед другом. Есть много личных состояний, и их объединение создаёт паразитную сложную систему. Как говорится, не делай другому то, что нерависит на тебе. Это сказала Илеля, Рабекки, и он сказал, что любезно к самому себя. Понятие света. Неограниченное объединение, без границ мы становимся неограниченным кли. Когда мы соединяемся, это единственное, что может совпасть по свойствам со светом Творца. Это единственный путь, как он может проявиться между нами. Когда мы отменяем желание получать, мы тем самым создаём Творца. Всё зависит от единства. Сказано, слушай, Исраиль, Творец. Единый наш, сильный наш Творец един. Всё зависит от этого единства. Даже на этой маленькой ступени нам нужно участие Творца. Мы не можем сделать это сами. Да. Что такое 125 ступеней, по которым мы поднимаемся? Какова их суть? Функция? И с помощью чего мы поднимаемся? Пожалуйста. 125 это только число, но в самом деле это можно ещё поделить на огромное количество ступеней. И ступени объединения между нами, когда мы поднимаемся на новые ступени объединения, получаем новые задачи, и тогда поднимаемся на новые ступени. И ещё. Это так же, как в жизни происходит. Детский сад, школа, университеты. И мы должны думать о том, как достичь следующей ступени и раскрыть Творца. Да, это уровни единства. Разные по качеству. Насколько нам удаётся соединиться, быть отражением подобному Творцу, мы учимся, что... мы совершенно отличаемся от того уровня, по крайней мере, когда мы не вместе. Мы поднимаемся по этим уровням просто через самоотмену и объединение, и создание связи между нами. Это притягивает свет, возвращающий к источник, который поднимает нас выше. Эти ступени, 125 ступеней, это 125 форм создания Творца. И каждый раз, на каждой ступени мы объединяемся для того, чтобы выстроить общее желание, чтобы оно... чтобы Он пребывал между нами. И на каждой ступени мы словно создаём Творца, поскольку это меняется. И когда мы поднимаемся, Он становится всё больше и больше до бесконечности. На самом деле, у меня нет понятия, нахожусь ли я даже на первом уровне из стадости при ступени, даже не знаю, что это. Но я надеюсь, что с Вашей помощью и благодаря нашему объединению может быть, я смогу почувствовать, постепенно почувствовать. А теперь мы попробуем задавать вопросы и получать ответы. Где у нас микрофоны для вопросов? Как женщины, так и мужчины могут задавать. Куда они должны подойти? Что так далеко? То, что мы сделаем, кто хочет задать вопрос из круга, пусть поднимет руку, подойдёт распорядитель и сможет задать. Пожалуйста. Тот, кто хочет задать вопрос, сразу же должен подойти к микрофону, без того, чтобы поднимать руку. Здравствуйте. Мой вопрос что мы как группа как группа может прийти к хиссарону, как можем попросить у Вас открыть кран. Что мы ещё должны сделать? А? А перевод где? У меня? Рафами, слушайте. Слушайте. Нет, вы не сказали. Окей, он спросил ещё раз, что мы должны сделать как группа для того, чтобы... Слушайте, Раф? Сейчас слышно? Угу. Он спросил, что мы должны делать как группа, чтобы принести Вам общих хиссарон, чтобы Вы смогли открыть кран. Что ещё мы должны сделать? Маша Хасерлану Хасерлану Эль Кирилут. То, чего нам не достаёт, это взаимного включения. В каждом из нас есть очень большое желание. Но оно не усиливается. И, главное, образом не может прийти к форме взаимного включения. в этом вся проблема. Что мы должны делать? Прежде всего, понять, что если мы не придём к объединению между собой правильному, мы не сможем представлять собой эту форму, в которой должен раскрыться Творец. и оно называется Шхиной, обителью. Когда в такой форме нашего определённого объединения, по силе, по форме, по стилю, если мы в точности выстраиваем необходимые детали для первой ступени, это является простой вещью. Но если мы этого не делаем, то Творец не может раскрыться. не соответствует наша форма, которую мы выстроили, самому малому свету, нефиш да нефиш да нефиш, чтобы он облачился, Творец, чтобы облачился в Творение. Но если, скажем, мы смогли это сделать, на мгновение это существует, решимо осуществляется, и тогда мы начинаем падать, отдаляться от этой формы, потому что раскрывается решимо от новой авиют, для того, чтобы мы создали более продвинутую форму объединения между нами и так далее. и каждый раз новая форма, новая авиют, и так мы поднимаемся со ступени на ступень. вот так, еще. спасибо, Раф. Спасибо, что вы приехали сюда на наш конгресс. Дорогой Раф, то, чему вы учите нас, вы книги, группы, должны обучить нас все, что происходит внутри нас. и мой вопрос, что действительно происходит внутри нас, когда мы приезжаем на такой конгресс в духовном смысле, что происходит внутри нас. Баль Сулам пишет, что человек сам себя не знает. мы не знаем, кто мы. Мы не знаем, какая форма есть у истинной реальности, действительности. Мы находимся в каком-то тумане, как во сне. И так и сказано, мы были словно во сне или в алюзорном мире. воображаемом. Но для того, чтобы не быть умником в ночи, мы должны просто слушать то, о чем мы говорим. Я могу философствовать очень много о восприятии реальности, но главное для меня как раз как можно меньше заниматься тем, что не является для меня необходимым для выполнения конкретного исправления, которое сейчас требуется от меня. Это главное, что важно сегодня. завтра будет завтра. И тогда, если я правильно выполняю то, что мне необходимо сегодня, я приобретаю новые килим, и тогда я могу понять, что будет завтра. завтра. Но если я не подготавливаю себя к сегодняшнему дню и думаю, а завтра я теряю вдвойне. Не произвожу работу, которую мне необходимо выполнить и постичь Творца на моей ступени, и путаю себя еще больше, потому что занимаюсь тем, что еще выше меня. Поэтому мы пытаемся выполнять действия, о которых они пишут, о которых пишет Рабаш в своих статьях о группе, выполнять их как можно более простом виде. То, что интересно, что насколько человек больше продвигается в духовном, он видит, что все больше и больше становится все более и более простым. и выяснить то, что хорошо на сегодняшний день, то, что нужно, и пытаться требовать от товарищей того же самого, того же отношения. И тогда жизнь станет легче, подход будет более конкретным и будет хорошо. Пожалуйста. Да, ну-ну. Здравствуйте, меня зовут Карина, у меня вопрос. Когда я нахожусь в тени в духовном смысле, я вижу свою природу, я ничего не могу сделать с этим. не могу прийти к счастью, радости, благодарности. Как одновременно основать свою природу и быть благодарным? То, что человек раскрывает, что он ни на что не способен, это очень хорошее раскрытие. потому, что мы всего лишь творение. Мы все состоим из желания получать, которое находится под абсолютной властью света, наслаждения. Мы иногда можем раскрыть, что если придет ко мне какое-то определенное наслаждение, я не смогу устоять против него. Я наверняка сделаю то, что оно требует от меня. Я буду как сумасшедший, как под воздействием наркотика. Потому, что это на самом деле так. мы наше желание получать не может противостоять свету. Поэтому действия, которые мы выполняем, эти действия называются осознанием зла и молитвой. Когда мне нужно прийти к выяснению того, кто я, желание получить наслаждение и все. Если придет наслаждение, сделает со мной все, что захочет. Я заранее как бы отдан этому. Настолько я представляю собой полное ничтожество. И поэтому, когда я раскрываю это ничтожество, я должен радоваться. тому, что я пришел к истине. Тому, что я чувствую, что представляет собой творение, желание получать сущее из ничего. И тогда остается мне только одно просить у Творца от Источника Света чтобы играл правильно с моим желанием получать. Я не знаю, что такое правильно, но я прошу. Вот и все. Просьба может быть принята, если это просьба о форме света, о форме раскрытия Творца. и поэтому это обращение называется молитвой в обществе, молитвой многих, когда я прошу за всех, а за себя последнего. Так мы продвигаемся. поэтому группа должна знать, что раскрытие ничтожности человека это хорошее раскрытие, но только чтобы рядом с ним всегда была сила окружения и чтобы сила этого окружения помогла ему сразу же просить у Творца восполнение, потому что работа, которую мы с вами выполняем, называется работой Творца, потому что Творец выполняет эту работу, а мы должны только просить. И тогда становится всё лёгким и простым. Вся наша трудность заключается в том, что мы неправильно организованы. Но если бы мы были организованы, всё в точности тикало бы как по часам, и мы в каждое мгновение чувствовали бы, раскрывали бы этапы нашего продвижения. К этому мы должны пытаться прийти. пожалуйста. пейс. Здравствуйте. Здравствуйте. Анис из Нью-Йорка. Мой вопрос о работе в десятках. в Нью-Йорке в Нью-Йорке, если бы было в Ассирио. У нас будет много таких семинаров, и вы всё время рекомендуете нам ускорить обсуждение, не говорить длинно, передавать микрофон. Я хочу спросить, в чём важность этого элемента обсуждения? В чём польза скорости в этом быстром движении? Концентрация на самом важном. Мы более-менее понимаем, о чём говорится. Ты говоришь два-три слова, все уже знают, какое предложение ты скажешь. Иногда слово или два уже знают, какой отрывок ты собираешься процитировать. Не надо быть умными. Главное, чтобы каждый излил свою экспрессию, а не знание премудрствования, чтобы мы смогли хоть немного больше почувствовать друг друга, прийти к общему ощущению. Но если человек начинает говорить с умом, это из-за этого, это из-за этого, а из-за этого, здесь ещё это исходит, отсюда начинается философия. Этим он только останавливает остальных и всё разрушает. и поэтому я тогда говорю поторопиться. Два предложения, три максимум, и запрещено больше говорить. Если кто-то начинает изливать всё, что есть у него в чреве, забрать у него микрофон, или как это называется. И всё, я говорю серьёзно. Он должен считаться с другими. Здравствуйте, меня зовут Мирьям, это мой первый раз здесь. вы говорите, что молитва многих это условие продвижения. Если вы говорите, что это правильный способ выражения, учить ли Каббала нас как нужно молиться, это то, что вы говорите. Так? Я вас правильно понимаю? Может быть, вы научите нас правильной молитве? Да? теперь моя очередь? Хорошо. Да, наука Каббала обучает нас только одному, как обратиться к Творцу, чтобы исправил нас и привел нас к слиянию с Ним. Более этого нам не нужно. И правильная молитва человек учится на протяжении многих лет, и молитва называется Хисароном, Хисароном. И этот Хисарон потребность человек должен организовать своим сердцем в своей связи с товарищами, в своих усилиях в распространении и в притяжении окружающего света во время учебы. И когда накапливаются в нем все эти Хисароны, и он понимает, как сделать это вместе с товарищами, и это называется молитвой многих. Когда он поднимает их желания, Хисароны, когда он молится за многих, тогда эта молитва принимается. И в ответ приходит свет, который исправляет его в объединении с другими в таком виде, когда Творец раскрывается в них. Вот и все. Я рад, что вы нашли сегодня себя на семинаре и семинар является самой хорошей и эффективной формой для того, чтобы прийти к правильной молитве. Нужно все больше и больше находиться на таких семинарах. и человек почувствует себя включенным в десятку и тогда благодаря этому включению он уже будет знать о чем просить. Вот и все. перерыв. И споем что-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Киша и у нас не это. Субтитры сделал DimaTorzok 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 All right!